И снова доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Вот решили поговорить на следующую тему. Легко ли в нашей стране победить коррупцию? Тема серьезная, поэтому мы гостей пригласили сегодня серьезных. Встречается в нашей студии заместитель министра финансов Юрий Чичибаба. Доброе утро. Доброе утро. Итак, мы как-то уже рассказывали в рамках нашей программы о том, что создается площадка для проведения госцентр. Чтобы они были прозрачны, прослеживаемы и так далее. Как появилась идея и в чем состоит эта площадка? Можно сказать, что не создаемся, мы просто по новой пересматриваем. Потому что площадка электронных закупок в Республике Молдова была создана еще в 2012 году. Начали пилотирование, создали. Но она не была внедрена полностью. И сейчас уже по прошествии четырех лет мы как бы изучили весь опыт и ошибки. В то же время изменились очень сильно технологиями. Соответственно, можно сказать, перерождаем новую систему полностью. И система будет, скажем так, покрывать весь цикл закупок. Начиная от планирования и заканчивая самой проблемной частью, кроме того, что есть вопрос участия в тендерах и кто победитель, кто не победитель. Самая большая проблема, как был исполнен контракт, что в итоге поставили, что мы в итоге получили. То есть те проблемы, которые возникли в прошлом году. Вот это как бы то, что и отчеты счетной палаты говорили за последние несколько лет. О том, что самая большая часть, кроме того, что сами процедуры могут соблюдаться, есть еще и акцент на том, как будет исполняться контракт. Соответственно, мы в течение 2016 года разработали новый концепт системы, который будет покрывать весь цикл. Начиная от планирования, то есть что мы хотим купить, сколько у нас на это есть денег, и что в итоге мы после того, как мы все сделали правильно, мы получили. То есть, соответственно, новая система, когда мы строили этот концепт, когда мы смотрели опыты других стран, она должна именно покрыть вот этот цикл, когда в итоге любой гражданин Республики Молдова сможет получить доступ к информации, когда было поставлено, что было поставлено. То есть все, что касается госзакупок, абсолютно все, да, тендеры, все госзакупки там отображаются? Да, то есть в системе, которую новую мы построим, когда мы ее доведем до полного функционала, она будет полностью отражаться, все, что происходит в Республике Молдова. То есть все, что закупаются на государственные деньги. А когда примерно планируется окончание реализации этого проекта? То есть мы планируем окончание реализации к марту 2018 года. То есть к марту 2018 года система будет уже иметь практически полный функционал. Исходя из этого, мы сможем и говорить о том, что в 2018 году будут видеть все. Но кроме этого уже и сейчас мы пилотируем, то есть мы тестируем Министерство финансов вместе со своими учреждениями, которые находятся под Министерством финансов, то есть это налоговая служба Республики Молдова, таможенная служба Республики Молдова, инспекция, финансовая инспекция, агентство по государственным закупкам. Мы уже сейчас пользуемся системой, которую мы новой разрабатываем. То есть старая система, она продолжает работать. А новой системой, которую мы разрабатываем, мы уже ее пользуемся в пилотном режиме. То есть используем ее для закупок малой стоимости, так согласно закону. Есть понятие закупки малой стоимости, где сам закон не распространяется. То есть там любой закупающий орган вправе выбирать, кому звонить, кого приглашать. То есть это суммы до 96 тысяч лей, включая НДС. Все, что это, то есть технически это решается на уровне одного звонка. И вот мы сейчас то, что пилотируем, система, она покрывает вот это. Потому что процедура сейчас в этой пилотируемой системе, она покрывает именно то, что будет, когда я буду покупать на 10 миллионов. То есть по сути я соблюдаю те же самые процедуры. Я опубликую, что я хочу купить. Я даю время всем ознакомиться. И идет аукцион на понижение. То есть заявки поступают, и в зависимости от какого времени начинается аукцион на понижение. И после того, как победитель назначен, мы смотрим, соответствуют ли его предложения тем критериям, которые мы назначили. То есть это сейчас вот группа. Мы пилотируем сейчас сам концепт. На маленьких. Да, на маленьких. Это получается, мы пилотируем сам концепт и определенные возможности программы. То есть она еще не покрывает все. То есть говорить о том, что вот точно так все будет, когда мы перейдем на все закупки, нет. Но, по крайней мере, уже принцип транспарентности, принцип взаимодействия с поставщиками. Как происходит подача оферты и так далее. То есть уже любой может ознакомиться, что происходит. То есть именно что уже можно, какую информацию можно получать. А где вообще это можно увидеть? Где это вообще можно отслеживать? Значит, у нас есть сайт. Мы запустили на прошлой неделе, 6 апреля. У нас был большой эвенемент имена. Мы оценили результат пилотирования. И, то есть вот пилотирование началось с января по апрель месяц. Мы протестировали, сделали 19 закупок уже. Наши вот 5 органов. Сейчас продолжается. mtender.gov.md mtender.gov.md Это тот сайт, который получается, на котором можно получить доступ ко всему, что происходит. Кроме этого, любой из желающих, который хочет участвовать в тендере, может зайти и посмотреть через 3 сайта компаний-партнеров, которые оказывают услуги подачи. То есть через них подается заявка на участие, и через них же подается заявка на то, что я хочу что-то закупить. То есть я, например, как Министерство финансов, мы что-то хотим закупить, а то мы через них подаем. То есть это 3 партнера. Это у нас 3 компании. Simples, VaroInform и Simple Systems. Значит, сайты их, ну вот, еле читация, акизиция МД и Yellow Pages Tender. Вот через эти 3 сайта можно зайти уже и участвовать. Потому что если им тендер только для того, чтобы посмотреть, что происходит без участия, без возможности комментирования и так далее на данном этапе, то вот эти 3 сайта позволяют именно участвовать в самих тендерах. Если говорить о том, о пользе вот этого проекта для вот обычных налогоплательщиков, позволит ли эта программа как-то сэкономить бюджетные средства, как вы считаете? Ну, вы знаете, вот вы подняли вопрос, что это коррупция, то есть вообще электронные закупки, это один из инструментов, который вот сейчас Министерство финансов вместе с Агентством по государственным закупкам, согласно нашей стратегии мы хотим внедрять, потому что чтобы сэкономить деньги, чтобы увеличить транспарентность, чтобы увеличить конкуренцию, потому что конкуренция приводит к тому, что цены падают, чтобы повысить доверие к системе государственных закупок, у Министерства финансов вместе с Агентством разработали стратегию на ближайшие 4 года, в которой электронные закупки являются одним из инструментов. Также у нас есть и другие инструменты. То есть сказать, что внедряв электронные закупки мы решимся пробуем, нет. Но большинство мы можем решить, и большинство мы можем повысить как минимум доверие граждан к системе, потому что они, соответственно, будут видеть все, что происходит. А если будут видеть все, что происходит, соответственно, значит, и будут требовать от своего напрямую выбранного примара, я не знаю, или парламентария, или требовать то, что исполнялось, то, что хорошо. То есть мы видим, система позволит, в первую, расширить, упростить доступ к госзакупкам, повысить конкуренцию и повысить транспарентность. То есть вот эти три основных принципа, по которым мы видим, что мы сможем получить, что экономия есть. И те закупки, которые уже прошли у нас в этой системе, то есть игру любой желающий может зайти, посмотреть, то есть уже по некоторым закупкам реально есть снижение стоимости на 50%. То есть серьезно это? Да, то есть через то, что повышается определенное доверие со стороны бизнеса к системам закупок, соответственно, начинают участвовать игроки, которые никогда не пробовали участвовать в закупках. И у них совсем другие цены. То есть они сейчас тестируют, смотрят и так далее. Яркий пример то, что происходило на Украине, потому что принцип ихней системы мы переняли сейчас в пилотировании. Вот коллега Вадим говорил о том, что они сейчас вот через два года после пилотирования, тогда они видят, что теперь уже на аукционах на снижение цены не сильно падают. То есть, но если взять в корреляции, зато цены уже близки к рыночным или даже ниже. То есть они уже соответствуют тем реалиям. То есть нету вот этой большой разницы, что, как вот кто-то говорил у нас в Кишиневе, в одном, по Кишиневу в одном секторе, в двух разных секторах один тот же продукт, разница была 20-30 процентов. То есть для Кишинева это. То есть за счет того, что уже все поняли, как это работает, за счет того, что деваться некуда и конкуренция повышена и так далее, и в игру вступили игроки, у которых это просто бизнес, никаких интересов личных и так далее. То есть они точно так же видят это, как одну из возможностей продать свой товар. А вот сейчас, во время внедрения этого проекта, не сталкиваетесь ли вы с какими-то препятствиями, что кто-то пытается помешать? Нет. То есть пока, и мы надеемся, что так и будет продолжаться, никаких препятствий нет. Таких, которых мы не решаем. И последуют за этим, не знаю, какие-то реальные вещи, то есть которые мы, как обычные граждане, сможем увидеть, скажем так. То есть что конкретно это нам принесет, когда проект будет внедрен? Что нам принесет? Потому что как бы это принесет возможность каждый раз утром встав посмотреть, если не понравилось нам, мы проехали по дороге, нам не понравилось состояние этой дороги, и мы знаем, что оно было отремонтировано полгода назад, но запросто можем зайти на сайт госзакупок, посмотреть, кто выиграл тендер, по какой цене было это сделано, оставить свои комментарии, оставить свои замечания. Соответственно, это будет сигналом для того, чтобы уже подключилось агентство по государственным закупам, финансовая инспекция, либо же другие органы для того, чтобы посмотреть, что же там произошло. То есть это один из способов легкого способа прямой связи с контролирующими органами, которые должны это проверять. То есть человек любой может напрямую участвовать в жизни государства, скажем так. Да, то есть как и должно быть, потому что мы каждый день участвуем, платя налоги. Да. Что ж, спасибо большое за эту интересную информацию, надеюсь, что все у вас получится. Ждем с нетерпением окончательного запуска этого проекта. Ждем с нетерпением окончательного запуска этого проекта.